САРАНСКИ Прошел в рамках ВИП-забега. Один километр быстрее всех преодолели Саша Николаев и Аня Наумова. Среди ВИП-персон победу отпраздновал заведующий отделом благоустройства города Саранска Геннадий Мирошников. Вполне мог бы бежать в ВИП-забеге и двукратный олимпийский призер по спортивной ходьбе Денис Нижегородов, который приветствовал участников как почетный гость на церемонии открытия. Но заслуженный мастер спорта решил стартовать в общей группе сильнейших и остался без награды. Хотелось еще быстрее бежать, но для этого все-таки нужно тренироваться. Планировал спокойно, просто для принятия участия, пробежаться. Но ведь вот спортивный наш азарт сидит в нас, и он, наверное, не искореним. Завожусь. Думаю, вот сейчас подберу впереди бегущего и с ним рядом побегу. Но нет же. Последующего, последующего. Вот всех подбирал, пока вот силы были. Но буду тренироваться через год, думаю, быстрее пробежать. Интересно это все. Это кураж. Редкий случай, когда в двух главных категориях среди мужчин и женщин в Саранском кроссе нации победили спортсмены, ранее в подобных стартах не побеждавшие. Представитель школы Олимпийского резерва по легкой атлетике Андрей Григоров несколько раз становился вторым, но в нынешнем году сумел сломить эту традицию. Тут грех не проиграть. Ребята сильные, достойные, поэтому даже второе место для меня очень много значит. И я, в принципе, рад всегда был такому результату. Ну, первое место, есть первое место, поэтому, конечно, первое место лучше, чем второе. Похожая история и у Валерии Федюшкиной из Краснослободска, которая штурмовала педестал почета кросса нации в течение пяти лет. В этом году уже в составе сборной МГП ей удалось прибежать первой. На самом деле я всю дорогу бежала с мужчинами, среди мужчин, и женщин, в принципе, не видела. Всю дорогу бежала среди женщин первой. Конечно, мы будем участвовать и в этих соревнованиях, и ездить по другим городам, показывать себя, свой регион, свою спортивную школу. Будем двигаться только вперед. Отличился в Кроссе нации 2018 и личный тренер Валерии Федюшкиной Алексей Бебинов, которому вот уже много лет подряд нет равных среди ветеранов. Победа? Ну, сейчас я уже перешел в другую возрастную группу, но каждый год я выигрываю в возрастной группе, и у меня где-то 3-4 победы, когда я был еще помоложе. А где они, конкуренты-то? Не знаю где. Не тренируются, наверное. Главный и самый массовый легкоатлетический старт состоялся, но кросс-наций для Мордовии в этом году не закончен. В ближайшее время под этим же брендом пройдут спортивные праздники в Ордатовском и Старошайговском районах.